ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, это и есть пульсинация. Здесь много много планов, но сначала все из дерева сделано. В общем, именно правильно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вы должны получать от этого кайф. Здравствуйте, с вами компания Дом в дорогу. Меня зовут Константин. Вот сейчас я хочу поговорить о ходовых качествах американских прицепов. Вот у американского прицепа оси немножечко смещены назад. Для чего? Для того, чтобы увеличить скорость движения по автобану. Ну вот, я имею опыт эксплуатации американских прицепов и европейских. Вот вы знаете, этот прицеп мне нравится тем, что я догонял скорость до 140 км. То есть я ехал 140 км в час, и этот прицеп за мной ехал как утюг. То есть вот абсолютно ничего. Четко, стабильно шел, как будто его и нет. Это благодаря тому, что оси смещены назад. Но у смещения оси назад есть еще и минус. Значит, дело в том, что сместив оси назад, мы увеличиваем нагрузку на шар фаркопа. Значит, нагрузка на шар фаркопа у всех европейских прицепов, ну скажем так, у фаркопов, фаркопов, у европейских фаркопов не должна превышать 140 кг. Это стандарт. Если нагрузка превышает 140 кг у прицепа, то нужно использовать только рамный тягач, ну такой как Land Cruiser 200, Hi-Lux, LP 200, Mitsubishi, Гелендваген, в общем можно использовать только рамный тягач и ставить на него американский фаркоп. Вот в этом случае можно буксировать вот такие прицепы, у которых нагрузка на шар 320-370 кг. И еще лучше всего применить разгрузочное устройство специальное, которое мы показывали в роликах. Но о чем я сейчас хочу сказать. То есть мы прицепы уже продаем года три или четыре американские. И многие люди хотят себе купить прицеп и у них не рамные, а обычные тягачи, на которые нельзя нагружать на шарик большую нагрузку. И они, естественно, хотят купить этот прицеп и уменьшить нагрузку на этот шар. Методом, скажем так, увеличения нагрузки сзади. Вот мы сейчас проэкспериментировали. В этот прицеп мы поставили огромный бак 240 литров воды сзади, фреш воды. Вот представьте, в прицепе сейчас 240 дополнительный бак и 200 основной, 640 литров в прицепе. Вы видели где-нибудь? Но я сейчас не об этом. Итак, сзади 200 литров воды, плюс мы полностью налили бак черной воды, и плюс мы полностью налили бак серой воды. В итоге мы снизили нагрузку на шар. То есть мы максимум сделали все, что только можем. Мы снизили нагрузку на шар до 239 кг. Я сейчас речь веду о прицепе Keystone Ballet 290 BHS. Это самый продаваемый прицеп и самый популярный, самый лучший. Ну и самый большой, скажем так. Нет, не то чтобы он самый лучший. Самый большой. Многие люди хотят его купить, и этот ролик непосредственно для них. Вот я вам сейчас скажу, ребят, невозможно сделать здесь 140 кг в этом прицепе. Нельзя. Поэтому мой вам совет, если у вас автомобиль не рамный, а обычный, и вы хотите себе купить американский прицеп, обратите внимание на Emery Light. Emery Light 199DD или DS. Вот как раз этот прицеп для тех, у кого обычные автомобили, не рамные. И вот там мы можем сделать для вас нагрузку на шар 140 кг методом установки бака фреш воды, который будет служить вам дополнительным баком и плюс балансировочным баком. Запомните, Emery Light 199DD. Сейчас к нам придет еще два прицепа вот точно таких же, но короче. Crossfire тоже, Keystone Ballet, Crossfire 2400 BHS. То есть у него все то же самое, только здесь нет комнаты с домашним кинотеатром и вот этой кухни. То есть он короче, этот 29, этот 24. Вот мы там тоже будем испытывать это дело и посмотрим, может быть мы выйдем на 140. Но в данный момент тех, вот тот, кто хочет купить себе американский прицеп, и у кого нет рамного тягача, запомните, Emery Light 199DD. Вот на него ссылка на видео обзор. Спасибо. Спасибо.